Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин и Капитан Очевидность. Приветствую вас, сталкеры. Красавчик. Итак, мы продолжаем путешествовать, играть в Warface, да. Итак, что мы имеем здесь, друзья? Мы имеем обновление ПТС. Я хочу сегодня сделать вступительное видео, я уже начал записывать качественный нагиб геймплей на РМ местном с данными пушками, которые нам добавили, сейчас всё обсудим туда-сюда. Но проблема в том, что РМ ищется очень плохо, я не могу его часто найти, то есть только что я искал полчаса РМ и я его не нашёл, к сожалению, такое тоже бывает, да. Итак, давайте обсудим, что же у нас ввели, первоначальное, так сказать, моё мнение вы узнаете, а потом я всё как бы с этим поиграю и как бы прям продемонстрирую, насколько это глубоко и надёжно, либо нет. Итак, начнём мы, конечно же, начнём, пожалуй, с донатика. С донатика новенького, ребята, донатика сочного. Итак, у нас есть Гранд Пауэр СР-9А2, новый пистолет-пулемёт инженера, и сразу вам скажу, друзья, внешне, и не только внешне, но и по ощущениям, он очень, просто безумно похож на такой пистолет-пулемёт, как СМГ-45. Посмотрите, тут всё, прицел, внешний вид, всё очень круто, всё очень сочно, прям как у СМГшки. Более того, и отдача здесь из того же разряда, видите? Отдача мягенькая, сука, как шмакрится, прямо в папочку, в точечку летит. ТТХ у данного пистолет-пулемёта весьма хороши, и моё мнение таково. Это, знаете, пожалуй, конкурент АМБшки. Да, именно так. Кто-то выберет АМБшку, а кто-то, возможно, Гранд Пауэр. Дело в том, что, в отличие от того же Витязя, который вроде как конкурент АМБ, всё-таки Гранд Пауэр обладает ещё более концентрированным нагибом, и точность его выстрелов даже выше, чем у АМБ. У него вот эта отдача, она вообще без всякого разлёта лево-вправо, у него почти нет разброса. Поэтому, в плане точности, этот пистолет-пулемёт даже АМБху переплюнет единственное, но, конечно, у него глушитель урон-то режет. Но, так или иначе, я думаю, что многие выберут именно Гранд Пауэр, а кто-то останется при АМБхе. Я лично буду играть и с тем, и с другим. И, конечно же, я не мог обойти стороной такую пушку, как Голд М1917 Энфилд, ибо это меганагиб. Снайпер не имба. Да, капитан, очевидность, несправедливости на свете, и действительно, не имбу опять фактически апают. Почему, друзья? Да потому что эта пушка, она настолько классная, единственный, наверное, её значительный недостаток, то, что у этой пушки вообще нельзя включить режим модулей. То есть, на ней ничего не меняется. У неё всегда родной свой прицел, у неё вот всё родное. Всё, вот как она есть, так она и есть. Никаких модулей ты установить не можешь. Даже не можешь вызвать её так боком повернуть, понимаете? Но, но, это эту пушку не портит, потому что зум быстрый, нагиб очень качественно с неё идёт. Вы знаете, её даже как-то шатает меньше. Такое ощущение, как будто её прицел у неё вообще восьмёркой практически не ходит. То есть, ну, очень качественно получается, очень душевно. Что могу сказать, друзья? Звук очень специфичный, мне нравится, даже большинству нравится. Но такое ощущение, как будто это не винтовка, какая-то хлопушка. То есть, звук такой необычный, но прикольный, душевный. Внешний вид классный, моделька маленькая, обзор не закрывает. Но при всём при этом, друзья, конечно же, опять снайпера таким образом, можно сказать, апнули. Он опять ещё сильнее стал, потому что появилась ещё одна винтовка, и снайперов станет ещё больше. Потому что, если многие другие, скажем, снайперки, были более сложны в обращении, хотя, может, где-то ПТТХ и лучшие были, и т.д. и т.п. То теперь этот Грант, он просто вот этот Энфилд, он мега могуч, серьёзно. Он очень прост для человека, который не играет снайпером. Вы знаете, что я, например, снайпером особо много не играю. Но, должен сказать, что с этой пушкой играть мне, ну, прямо очень легко. Очень, прямо супер легко так она гнёт. Такая она простая в обращении. Вы знаете, пожалуй, я её тоже выбью. Денег, конечно, жалко, но тем не менее. И именно она у меня теперь на снайпере и будет стоять. Пушка просто мега лёгкая, мега лайтовая, и при этом достаточно нагимная. Варфейс превращается в аниме. Согласен, Капитан Очевидности. Выглядит, конечно, мультяшно. Варфейс прямо чувствуется, уже свернул не туда. Друзья, как вы знаете, как вы, в принципе, все понимаете, разработкой нашей игры теперь занимается студия Allods Team. Они вот эту всю фэнтезийную тему любят. Ну, естественно, люди работали над чем? А, собственно говоря, они работали над двумя прекраснейшими играми, в которые я когда-то играл. Они назывались Allods и Allods 2. Потом студия подскатилась и сделала тупо клон такой известной игры, как World of Warcraft. Назвала эту игру Allods Online, что было очень неприятно, потому что прямо в моих глазах ребята пали. Они были такие самобытные. У них такая охрененная игра была, RPG-шка. А тут вдруг, как бы, просто клон Варкрафта. Да. Ну и потом, как вы знаете, Allods Team, они пытались создать шутер, назвали его Фраг. И, собственно говоря, название было очень символичное. Игра загнулась, не выйдя даже из ранних тестов. А я, кстати, тестировал её ещё на супер закрытом, тесте в реале, в здании Mail.ru, на станции метро и аэропорт, на Ленинградском шоссе. Вы поняли, в общем. Вот такие дела. Поэтому, как бы, неудивительно. Warface теперь будет похож на Варкрафт. Плохо или хорошо, пусть каждый рисует сам. Но теперь все эти крики, реализм, Warface реализм, они немножко уже неактуальны, понимаете? Это уже не про Warface. Итак, у нас есть ППХ. Хеклер Ункох, MP7 Спешл Фараон. Самое интересное, что вот в этой линейке, крылатой, пернатой, фэнтезийной, все пушки обладают улучшенными, увеличенными ТТХ. Что касается Фараона, я немного его попробовал. Нельзя сказать, что он мега нагибной, но вы знаете, у него практически вообще нет отдачи. То есть, вот сейчас я отдачу, например, не контролирую. Понимаете, да? То есть, вот это вся отдача. Это весь магазин вылетел. Вот это вся отдача. То есть, можно даже не контролировать отдачу, просто вводить левее и правее. Вы даже не почувствуете. И всё будет очень кучно, хорошо укладываться. К сожалению, среди модулей есть только глушитель Оспрей-9, который всё-таки уменьшает урон. И, судя по всему, уже с уменьшением урона указаны ТТХ. Есть у нас стандартные все прицелы. Но, кстати, с этой пушки можно и с мушки стрелять. Реально, мне кажется, и с мушки она очень-очень круто будет нагибать. В общем, пушка неплохая. Конечно, не мега нагиб, но по ТТХ мы видим, что, в принципе, плюс-минус, она может себя проявить. У неё хорошая точность прицеля, неплохая от бедра. И, в общем и целом, мы понимаем, что это будет не донат. Это будут либо карточки, и, скорее всего, это будут карточки за прохождение какой-то спецоперации. Это, я думаю, что за Анубис. И вот, учитывая всё это, это годно. Это очень даже неплохо. То же самое могу сказать и про дробовик МАК-7 Спешл. Это реальный нагиб, деточка. Посмотрите на эти ТТХ. Вы знаете, вот что касается МАК-7 Спешл, он, кстати, и отличается от других вот этих пушек, которые мультяшные. Он такой более реалистичный, более нагибной, но он такой, знаете, футуристичный какой-то. И, в принципе, очень красивый ствол. Он очень мощно и классно стреляет. И мне кажется, что разработчики вводили его, в том числе, с прицелом на киберспорт. Именно так, я и думаю. Серьёзно, без шуток. Почему? Потому что эта пушка, она лучше обычного МАК-7. Она, конечно, хуже киллтека Бенеля М4 Кастом или Чаппы, но она очень мощная. Она очень и очень качественная. Она такая, знаете, почти конкурент им. Но всё-таки за счёт более низкого темпа, нежели у киллтека, нельзя прямо выходить-ка с киллтеком или там с Бенелькой какой-нибудь и толпу слишком легко разносить. Но она очень всё равно мощная. Это очень и очень крутая штука. И я думаю, что этот дробовик, он сделан в первую очередь с прицелом на киберспорт, где многие медики жалуются, что МАК-7 всё-таки не то, Марлин запретили, да, он тоже был рандомным. И нужна какая-то такая вот золотая середина, чтобы не имба, но чтобы гнуло и гнуло качественно. И вот МАК-7, это как раз про эту историю. И вообще, кстати, пушка очень классная. Вот это действительно, МАК-7 очень качественная. Мне кажется, что с такой пушкой катать, брать первые лиги, вообще проявлять себя в любых режимах, вообще никаких проблем не будет. Пушка очень и очень годная. Нахваливать всё. Продался что ли? Не продался, а купился капитан очевидность. А если серьёзно, ну, по сути, а кто с этим сможет поспорить? Всё, что я сейчас показал, я так как бы честно всё рассказал, что МАК-7 не имба, но классный, МП-7 не имба, но хороший. Так ведь так. Какие вопросы ко мне? Итак, Галил Арт Спешл Фараон, и вот эта пушка, вы знаете, я с ней уже поиграл, я с ней уже прям качественно, ну, больше, чем с другими, с теми я тоже поиграл, но с этой прям я качественно поиграл, понагибал глубоко, сука, до визга, да прямо вот вмежду жопей оно всё залетало. И вы знаете, пушка, ну, сверх качественная. Вы знаете, прямо, прямо супер. Давайте я вам покажу её отдачу. И вы понимаете, вот это вся отдача, то есть, прямо вот, ты прямо не чувствуешь, даже как гасишь её, и получается сочный колобок. Мышки Блади больше не нужны, ребята. Жизнь налаживается прямо на глазах. Просто очень и очень качественно. А вот что касается ТТХ, вы знаете, я думал, когда вот первоначально показывали какие-то эскизы до ПТСа, я думал, будет так себе. Но когда я увидел, я понял, а это сочно. 87 урона, извините меня, почти АК-12, дальность 17, нагиб, темп стрельбы 635, ебический мангуст, да это же больше, чем у АК-15. Точница бедра 22, точница полицейль 2, 331, делок с магазина 30. Успех! Короче, могу сказать, что данный Галил, это, ну, реальный конкурент Донату. Я не знаю, некоторые говорят, ну, он же не такой. Да как не такой? Это реальный конкурент АК-15, АК-12, Хови и так далее. И судя по всему, это тоже будет за карточки, потому что золотой версии нет, есть только обычная, и это очень и очень годно, друзья. Но без говна Варфейс не Варфейс. Да, капитан очевидность, говно, конечно же, имеется. Ну, куда без него. И это, друзья, АВМ. Да, я не знаю, за что. Нет, многие скажут, но ты же сам говорил, Рокутагин, что снайпера надо нерфить. Когда я говорил про нерф снайпера, друзья, я не имею в виду нерфить и так слабые пушки, или не апать их, понимаете. Вот наши разработчики, они вводят имбу. У снайпера еще этот нокдаун есть. Ну, это мы сто раз все обсуждали, но чтобы ввести обычным простым игрокам более-менее нормальную снайперку, наши разработчики говорят, да нет, ну что вы, да нафиг, ну надо, ну конечно. Только какое тут сведение, вы видели, я же практически уже входил, и оно не попадало. Я в шоке просто. Ну, вы сами подумайте, вот чем эта АВМка лучше намного обычной? Да ничем. У нее супербыстрый зуму хороший? Нет. У нее урон нормальный? У нее 340 урона? Нет. У нее какая-то супердальность темп стрельбы? Нет. Что это вообще такое? Почему остальные пушки, вот этот инженерский фараон МП-7 крут? Ну, для своего, да, он не такой как бы, как бы, как супердонат, но для своего уровня сравнить с обычным МП-7 это меганагиб машина. У медика, извините меня, Максим Спешл тоже меганагиб, не донат. Сочно. У штормовика Галил, который вообще топ-донату практически не уступает, да еще отдача мягчайшая в своем классе, только у АК-12, да и топом даже у АК-12 не такая отдача. И у снайпера, сука, АВМ. Ядрический Мангуст. За что? Я понять не могу. Разработчики, вы какие-то странные. Не, ну в принципе, вы молодцы, вы такие же разработчики, как у нас были до этого, потому что плюс-минус, как я понял, традиции сохраняются разработки Варфейса, вне зависимости, какая студия игру разрабатывает. В целом, какое у тебя впечатление об АТС? Ну, в целом могу сказать, капитан очевидный, что много новинок, много, большинство новинок интересные. Радует то, что достаточно много новинок, вот этих крутых, классных, прикольных, судя по всему, не задано. Это не коробки удачи за кредиты, как минимум, и это уже огромный плюс. Если это те же МАК-7, тот же ПП, МП-7 инженера, вот Галил, штурмовика, если всё это, друзья, будет хотя бы за те же карточки, это будет хорошо, это будет очень и очень круто. АВМ-ку однозначно надо апать. Коробки удачи за кредиты, конечно, по традиции, а не Мега Нагиб, очень понравилась снайперка, она очень крутая. Ну и, собственно говоря, пистолет, пулемёт мне тоже очень понравился, очень напоминает СМГ-45 и внешним видом, и стрельбой, всем, и при этом, должен заметить, он хорош. Как ни печально, Варфейс, в принципе, на том и строится, что водит имбу, а потом ещё большую имбу. Так и живём. Что будет дальше? Ну, в принципе, все и так понимают, не будем о печальном. Ждём новую игру от Хаймзона. Ну, а лодом удачи, собственно говоря, я никуда не ухожу, только не подумайте, я здесь, я буду следить. Могу сказать, что пока что меня радует то, что контента очень много добавляют. Много сочного, много свежего, много нагибного. Уже в следующем видео, друзья, мы с вами начнём гнуть на Рэме с новым донатом, а потом из серии и вам нравится следить за моим безумным ходом мыслей, а также за невероятными вопросами Кэпа, удачной охоты, сталкеры, красавчик, то ставьте лайки по желанию, как хотите. Яйки шить это обязательно, без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех, увидимся, пока.